Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он получил свою власть от Сатаны Другими словами, можно сказать, что он одержимый Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, что никому бы из вас не понравилось даже один день провести в обществе Антихриста Ему нужен глашата или ему нужен спикер То есть это человек, который идет впереди для публичного выступления Здесь как раз вот и ему нужен такой человек, идущий впереди него Именно это и означает греческое выражение, использовано здесь Ему необходим такого человека, который идет впереди него И который бы выполнял роль такого щита перед людьми И вот в 11 стихе как раз говорится о том, что появляется другой зверь, выходящий из земли Это как раз вот тот, кто ему был нужен А здесь написано, что он имел два рога, подобные агнчим Вот это вот то, что он был на ягненка, похож чем-то Говорит свидетельство о его мягкости Он говорит мягко, однако он говорит как дракон Поэтому можно сказать, что когда дракон убеждает людей То он мягко стелет, так скажем И поэтому слова его очень убедительны Помните, когда змей общался с Евой в Эдемском саду? Он же там не изрыгал пламя из уст своих Он к ней подошел достаточно так мягко Он говорит, правда ли Бог сказал? Действительно ли Бог так говорит? Не умрете, говорит он Поэтому можно сказать, что он очень мягко говорит В 12 стихе, обратите внимание на выражение И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю Он заставляет или убеждает людей делать это И как бы поощряет этих людей к любви по отношению к этому ужасному существу Естественно, что он лжец Он творит чудеса, он творит великие знамения Посмотрите на 13 стих Что он еще может сделать? И огонь низводит с неба на землю В Ветхом Завете, кто мог низводить огонь с неба на землю? Пророки Только Бог Здесь вот как раз он показывает то, что он может сделать нечто подобное тому, что делает сам Бог Поэтому здесь присутствуют чудеса И в 14 стихе также говорится о том, что он обольщает живущих на земле То есть вот эта вот сила обольщения, эта характеристика его, качество его повторяется или встречается снова и снова Самая яркая характеристика, которая последовательно встречается и в звере и в антихристе Это ложь, сила обольщения И вот настолько оказалась могущественной и сильной вот эта вот его власть Что они смогли даже как бы оживить образ зверя, потому как образ зверя и говорил и действовал В 15 стихе написано И дано ему было вложить дух в образ зверя А мы точно с вами не знаем, в чем заключается это обольщение или этот обман Однако у нас достаточно информации для того, чтобы распознать это событие Это явление, когда оно произойдет И в 15 стихе снова встречаем это выражение Дано ему было А в книге Откровения еще раз вспомним Кто дает всю власть и силу Обратите внимание еще на одно выражение Вложить дух в образ Здесь не использованное греческое слово, которое означает «жизнь» Потому что греческое слово, которое переводится как «жизнь» звучит «байос» А здесь использовано слово «пневма» Или «неума» по-гречески Это означает «дыхание» Поэтому здесь не «жизнь» он вдохнул А что-то наподобие жизни Следовательно, это только видимость, которая как раз обманывает людей Как если бы он действительно был живым Также мы с вами видим, что ему удается объединить народы Что же происходит в результате этого? Люди так десперты, чтобы иметь какую-то мощь в этом мире, который изменился так много Что они дадут их свободу, чтобы получать мощь И вы знаете, что мир драматично изменился в этот период И люди были в таком отчаянии Что очень желали, чтобы наконец-то появилась сильная власть Чтобы какие-то произошли изменения Настолько отчаянно они этого желали Что готовы были даже отказаться от своей свободы Лишь бы получить то, что хотели Он убеждает людей, что единственная способа, чтобы они survive Это стать виртуальные славы И он убеждает людей, что они фактически должны стать травмами Антихриста для того, чтобы выжить И он им говорит о том, что если вы будете участвовать в той системе, в экономической системе, которую мы собираемся создать В этой машине, так скажем, образно То тогда вы сможете выжить А если вы не будете участвовать в этом процессе, то тогда вы не сможете ни покупать, ни продавать Если бы вы, например, отказались участвовать в этой вот Жить в соответствии с этой системой, с новой То на что будет похожа ваша жизнь? То есть вы не смогли бы пойти в магазин и купить еды А вы не смогли бы и работать И вы не смогли бы ничего продать И вы не смогли бы ничего продать И это будет большая темпация И когда становится очень трудно, то уже Большое искушение сделать все, что от вас требуется Лишь бы участвовать в этой системе И в этот момент каждому верующему человеку придется сделать выбор На какой стороне он будет и кому он будет доверять А живущие на земле выбрали антихриста и его пророка А верующие будут доверять Богу Я верю в то, что Бог каким-нибудь чудесным образом будет все-таки удовлетворять нужды верующих людей в этот период Либо он не будет удовлетворять нужды верующих людей в это время Обеспечивать их всем необходимым И они будут просто умирать от голода Однако мы с вами не боимся умирать Я думаю, что вот в этот период люди даже, наверное, будут жаждать смерти Смерть это будет лучшее, что может случиться в их жизни на тот момент Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы Это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Давайте немного поговорим о значении цифры 666 Я думаю, что это первое предложение, которое в 18 стихе мы встречаем Как раз является таким вот ключом к пониманию того, что означает эта цифра Здесь мы как раз и находим мудрый ответ на это Ключом к пониманию этой цифры является сама мудрость То есть нам нужна мудрость, чтобы разобраться в этом Мудрость это ключ Весь секрет в мудрости Что такое мудрость? Мудрость это способность применить знания к определенной ситуации Предположим, что мы находимся в какой-то ситуации, когда у нас появилось искушение совершить грех Из Слова Божьего мы с вами знаем, что у этого греха разрушительные последствия Это опасно для нашей жизни Это знание дано нам Богом А если мы эти знания не будем применять, то никакой пользы от этих знаний не будет Однако если я возьму эти знания и применю их в этой ситуации с искушением, то тогда я смогу одержать победу над искушением Тогда я могла себе сказать, что я живу мудро Я поступаю в соответствии с мудростью А уже на протяжении двух тысяч лет ведутся вычисления Что же это за число? И никто еще не пришел к какому-нибудь разумному заключению И личная моя позиция заключается в том, что когда придет время И если мы будем в это время здесь присутствовать, то мы узнаем и эту личность и что означает это число То есть мы узнаем, когда придет время И тогда вот уже как раз мы сможем применить те знания, которые нам Бог дал К той конкретной ситуации, в которой мы окажемся И тогда уже примем правильное решение, нам поможет мудрость Я надеюсь, что Россия не будет такого ажиотажа по поводу вот этой цифры 666, которая в Америке очень многих людей увлекает Андрей? Относительно мудрости, я хотел сказать Самым мудрым человеком в истории Библии назван Соломон Он по крайней мере так же он согрешил и не избирал греха Хотя обладал самой высокой мудростью Соломона очень трудно понять У него была невероятная мудрость У него была невероятная мудрость Но я думаю, что все-таки в какие-то моменты плоть преобладала Можете себе представить мужчину, которому нужно тысячу женщин сделать счастливыми? А ведь каждая из этих женщин была из царского рода Это не такие милые девушки-христианки, которым легко угодить Это были избалованные, поклоняющиеся идолам женщины Потому что в Библии конкретно говорится, что именно жены его и увели в сторону И вот во время правления Соломона на Елеонской горе было очень много разных жертвенников Вот этим вот иным богам и идолам Я могу сказать, что мудрость ему была дана, но даже мудрость применить он иногда забывал Однако написав книгу Экклесиаст уже в конце своей жизни он приходит к осознанию того, что он совершил много ошибок И поэтому настоящая мудрость в книге Откровений Это не просто будет способность определить, кто подразумевается под этим числом 666 А мудрость заключается в том, чтобы распознать лжеца, обольстителя-обманщика и отвергнуть его Я слышал такую позицию в отношении начертания, что это будут не просто физиологические, а это принципы, которые будут предлагаться сатаной И человек не сможет просто купить и продать То есть это не буквальные начертания, а просто принципы Я слышал о том, что мы не должны думать о мудрость-обманщиках Как это написано, как что-то написано Но есть какие-то принципы или лорусы И если вы не знаете эти лорусы или подобные вещи Вы не сможете купить и продать Да, ну, конечно, это очень трудно истолковать, что означает само слово начертание и в какой форме это будет все сделано Вполне возможно, что то, о чем вы говорите, тоже правильно, тоже возможно Но с другой стороны и в этой главе и дальше очень часто говорится о том, что это начертание будет или положено, или такой глагол принять начертание, взять начертание Бог говорит, не берите начертание, не принимайте То есть, что это не просто принципы какие-то, и указание на то, что где это будет То есть правая рука, чело То есть это не могут быть просто какие-то принципы, раз есть вот такие вот указания местоположения То есть здесь используются два греческих слова Одно греческое слово – это печать, это по отношению к тому, что будет Бог делать А по отношению к Анте Христу используется слово начертание, то есть оно не похоже на эту печать Больше как клеймо Но чтобы это не было, мы знаем, что это будет очевидно Будет очевидно положено на этого человека, положено это начертание на этого человека или нет Принял он его или нет, это будет очень явно Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok